Здравствуйте друзья. В этом обзоре мы с вами рассмотрим еще один продукт от довольно известного производителя BlitzWolf, предназначенный для использования в экосистеме умного дома Tuya Smart. Это компактное управляемое реле, позволяющее автоматизировать работу освещения, подачу электропитания на бытовые приборы и тому подобные задачи. Кроме штатной системы управления, мы рассмотрим варианты интеграции в Home Assistant через ZigBee 2MQTT и SLS шлюз. Модель BVSS7. Интерфейс ZigBee 3. Рабочее напряжение 220-240 Вольт. Максимальный ток 10 А. Пиковая мощность до 2300 Ватт резистивная и до 250 Ватт для LED светильников. Приложение управления BlitzWolf Tuya Smart Smart Life. Материал корпуса огнестойкий пластик. Рабочая температура от минус 10 до плюс 45 градусов Цельсия. Размер 46 на 46 на 18 мм. Поставляются устройства в коробке, оформленные в характерных для производителя бело-зеленых тонах. Кстати поэтому я и выбрал для этого обзора зеленый фон. На фронтальной части коробки указан номер модели устройства и логотип производителя. На одной из боковых сторон указаны параметры устройства, про которые я уже рассказал. Стоит отметить что модель существует в двух версиях на 1 и 2 канала управления. В обзоре рассмотрена одноканальная. В комплекте поставки кроме самого реле имеется еще довольно объемная инструкция. Есть еще отметка о прохождении контроля качества. Инструкция мультиязычная. Вообще устройства этой серии предназначены для глобального рынка, поэтому иероглифов тут не найдете. Русского нет, но есть английский. Из полезного есть схемы подключения для обеих версий реле, включая вариант подключения через проходные выключатели. Кстати сброс устройства в заводский режим сопряжения, возможен только при подключении внешнего механического выключателя. Нужно пять раз подряд включить-выключить реле. Внешне это классический вариант реле для установки в подрозетник, квадратной формы со скошенными краями. Реле оснащено специальной съемной рамкой, ее можно закрепить например на динрейку или жестко в подрозетнике, а реле уже устанавливать прямо в нее. Держится все на защелках, так что устанавливать и снимать можно без какого-то специального инструмента, при этом их вполне достаточно, чтобы надежно удерживать реле. Контактная колодка универсальная для версии на 1.2 канала и имеет шесть винтовых зажимов. Входящая ноль и фаза, две исходящие фазы и два контакта внешнего выключателя. Для версии из обзора нужны четыре из шести зажимов. Реле легко помещается в стандартный круглый подрозетник, которые распространены у нас, так что переделок существующей инфраструктуры не требуется. Но помним, что для работы реле нужна нулевая линия. Что касается глубины, то тут нужно смотреть по конкретной модели используемой розетки или выключателя, так как существуют и низкопрофильные модели, которые поместятся в стандартный подрозетник с реле. Но есть варианты, для которых глубины может быть недостаточно. На задней стороне ничего интересного нет, а крепится крышка корпуса на восьми защелках, по две с каждой стороны. Для разборки их следует аккуратно поддеть чем-то плоским. Приступим к разборке. Хотя винтовили саморезов в реле не используются, монтаж тут плотный и все удерживается за счет точной подгонки размеров печатной платы и корпуса. Для того чтобы достать плату, нужно аккуратно нажать на контактную колодку сверху и потихоньку выдавить ее наружу. Внутри нет ни защелок, ни винтов. Исполнительным элементом является 10 амперное реле AFE BGSS 105DMF, а управляющим Zigbee модуль от Tuya TU-ZS3. Монтаж аккуратный, следов не смытого флюса нет, тут придраться не к чему, все в полном порядке. А теперь тест на внимательность. Это герой обзора Blitzwolf BVSS 7. С биппером, который можно увидеть в правой верхней части платы. А это реле Лансонха с нулевой линии, про которую я рассказывал в одном из своих обзоров ранее. Называется, найдите отличия. Я сходу могу назвать только одно, тут вместо биппера установлен светодиод. Ну и забегая вперед скажу, что кроме биппера и кода партии модуля Zigbee, отличий между Blitzwolf и Лансонха я не нашел. Приступим к подключению. На начальном этапе достаточно только подать питание на реле. В отличие от версии без нулевой линии, нагрузка для его включения не нужна. Для определения фазового провода достаточно копеечной индикаторной отвертки. Мне часто задают вопрос, будет ли работать умное реле выключатель или розетка, если перепутать фазу и ноль. Ответ. Да, будет. Но тут ключевой момент не в работе устройства, а в безопасности. И именно из соображений безопасности реле устройство должно разрывать фазовую, а не нулевую линию. Фазу подаем на контакт L, 0 на N. При переходе в режим сопряжения реле начинает громко пищать. Логическую часть начнем с родного приложения Tuya Smart. Ну строго говоря родным стоит называть приложение Blitzwolf, но оно является лишь обрезанным клоном Tuya. Поэтому есть смысл использовать полную версию. В плагине Zigbee шлюза, он должен быть в системе для работы этого устройства. Переходим в режим добавления. Реле при этом должно пищать. В течении примерно минуты завершится процесс подключения и писк прекратится. Останется задать имя и локацию для него, после чего устройство добавляется в систему. Реле будет доступно и из списка шлюза, к которому оно подключено, и из общего списка на главном экране. Тут доступно не только включение и выключение, но и состояние таймера. У реле имеется и свой плагин. Большую часть его окна занимает поле с кнопкой включения и выключения. Внизу имеется еще одна небольшая кнопка, которая позволит запланировать на нужное время и день недели включение или выключение устройства. Как и большинство устройств Tuya Smart, реле может служить и триггером и действием автоматизации. В качестве триггера, то есть условия для срабатывания, есть переход в одно из ее состояний, включено или выключено. Для действия еще добавлено переключение состояния, это удобно например при использовании логической кнопки или выключателя. Каждое нажатие с таким действием, будет переключать реле в противоположное состояние. Вот пример такой автоматизации. В качестве триггера тут используется логический четырехклавишный выключатель от Moes, про который я тоже рассказывал в одном из своих прошлых обзоров. Чуть далее я покажу как это все работает. Напомню, что аккаунт Tuya Smart подключается к системе Google Home. Это делается в разделе устройства совместимое с сервисами. После чего все подключаемые устройства будут автоматически пробрасываться в Google. Реле не исключение. Оно появляется как стандартный выключатель под тем же именем, что указано в Tuya, но при необходимости его, как и локацию можно поменять. Тут доступно включение и выключение, в том числе при помощи голосового ассистента. Электромагнитное реле при работе довольно громко щелкает. Подключим нагрузку, это будет лампочка накаливания. 0 общий, подается напрямую. А фаза подключается к выходу L1 на реле. Помним о соблюдении и подключении фаза 0. Это в первую очередь ваша безопасность. Скорость работы через приложение Tuya Smart. Стоит отметить, что у меня используется шлюз с Ethernet. Работа автоматизации. Так как реле и выключатель на одном шлюзе, режим работы ее локальный, без облаков. Подключим внешний выключатель. Один контакт на входящую фазу, другой на контакт S1. Напомню, он же используется для сброса реле и это удобно, ведь к реле не нужен прямой доступ, а оно может быть спрятано в стене. При необходимости переподключения, пять раз быстро включаем выключаем выключатель, после чего реле начнет пищать. Выключатели приложения работают параллельно. По сути, у него нет положения включено или выключено. Он при нажатии просто переключает состояние. А режима работы с возвратным выключателем у этого реле нет. Реле помнит свое состояние. Если оно было включено, то включится после подачи питания. И наоборот, если выключено, то так и останется выключено. Реле поддерживается в интеграции zigbee2mqtt. Включаем режим подключения. На реле должен быть активирован режим сопряжения, то есть оно должно пищать. В течении примерно минуты, реле проходит интервью, прекращает пищать и подключается к системе. Поддержка полная, включая соответствующую картинку. Реле является роутером для других устройств, причем с поддержкой zigbee3.0. На вкладке Exposes тут есть две сущности, выключатель и уровень качества сигнала. Собственно больше ничего реле не умеет, память состояния на уровне прошивки и не меняется. Те же сущности в виде свеча и сенсора пробрасываются в Home Assistant через интеграцию MQTT и могут использоваться в любых автоматизациях и как триггер, и как условие, и как действие. Полная поддержка реле на SLS шлюзе, есть на прошивках не ранее 20 апреля 2021 года. Если у вас по какой-то причине установлено более раннее, то нужно вручную поменять ID конвертера на девятый. Режим подключения стандартный, реле пищит пока не пройдет интервью. На свежих прошивках, как я сказал, поддержка полная, включая и актуальную картинку. После этого устройство добавляется в общий список и доступно к управлению, в том числе и при помощи внутренних скриптов SLS шлюзов. Расширена информация на вкладке инфо. Напомню, реле выполняет роль zigbee3.0 роутера, увеличивая и покрытие и емкость сети. Тут на один параметр больше чем в Z2M, это LastSene. Время последнего отклика от реле в Unix формате. Это количество секунд с 0 часов 0 минут 1 января 1970 года. Реле на карте сети. У него синяя роутерная связь. Переход на него других устройств будет происходить в автоматическом режиме. В Home Assistant пробрасываются три сущности, включая сенсор LastSene, который можно использовать как показатель того, что устройство живое. Как я уже и показал, это реле точная копия Lansong, за исключением того, что в нем установлен биппер, а не светодиод. Кстати он, в сочетании с сбросом в режим напряжения при помощи внешнего выключателя, позволяет легко и просто переподключать реле смонтированное внутри стены, без прямого доступа к нему. Но вот в сравнении с аналогом от Moes, это реле проигрывает в том, что у него, у Moes, есть возможность настроить режим работы после восстановления питания, а также есть сухой контакт. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, розыгрыши, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.